Привет всем. Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 10 ноября. Поехали. Протекающая в столице Индии священная река Емуна покрылась токсичной белой пеной. Загрязнение одного из священных водоемов страны в администрации города объяснили сброшенными выше по течению промышленными отходами. Это ухудшило ситуацию в Нью-Дели, где жители уже пострадали от плотного смога над столицей. Стоит отметить, что и до происшествия Емуна уже была хоть и священной, но одной из самых загрязненных водных артерий в стране. Теперь часть реки, которая проходит через центр Дели, покрылась белой пеной, напоминающей снег. Правительство города обвинило в загрязнении заводы, которые сбросили промышленные отходы выше по течению реки на прошлой неделе. Тем не менее, это не помешало нескольким индуистским верующим искупаться в реке, чтобы отметить Чхатпуджи, четырехдневный фестиваль. Эксперты говорят, что появление токсичной пены вызвано высоким содержанием фосфатов, попадающих в реки промышленных загрязнителей, в том числе моющих средств. Уровень аммиака в реках также увеличился. Токсичная пена в Юмуне появляется не в первый раз. Власти предупреждают, опасность представляет не только купание в этой священной реке под угрозой системы местного водоснабжения. Национальное агентство по стихийным бедствиям приступило к оценке ущерба нанесенного дорожной сети на западе Ямайки после продолжительных проливных дождей, обрушившихся на эту часть острова в период с воскресенья днем до сегодняшнего утра. Что привело к масштабному наводнению и повреждению инфраструктуры. Несколько дорог в Сент-Джеймсе, Ганновере и Уэст-Марленде, включая те, которые были недавно отремонтированы, стали непроходимыми либо из-за скопления мусора, либо в результате размыва дорожного покрытия паводковыми водами, которые также повредили дома и фермы в нескольких населенных пунктах. Сильными потоками воды на многих дорогах был содран асфальт. Многие рабочие и школьники не смогли покинуть свои общины, а те, кто отважился выехать, застряли в пробках, пока автомобилисты медленно преодолевали заполненные водой воронки. Засоренные стоки и неисправная канализационная система привели к затоплению некоторых домов. Уже несколько дней подряд не прекращаются ливни, которые приводят к наводнениям и оползням в Шри-Ланке. Согласно последним данным Центра управления стихийными бедствиями страны, 13 человек погибли и двое пропали без вести. Департамент метеорологии Шри-Ланки сообщил, что в городе Ингириев-Калутаре за 24 часа выпало 127 мм осадков. В общей сложности 133 тысячи человек пострадали от неблагоприятных погодных условий, а около 5000 жителей были вынуждены покинуть свои дома. Было повреждено 460 домов и разрушено 7. В Рамбукане, в 95 километрах к востоку от столицы Коломбо, погибли три человека из семьи из четырех человек, которые были похоронены в результате сошедшего оползня. Тысячи гектар сельскохозяйственных угодий, включая рисовые поля, оказались под водой. В 2017 году из-за сильных мусонов в Шри-Ланке погибло 250 человек. Эти наводнения считаются сильнейшими за все время наблюдения. Уровень паводка тогда превышал 3 метра. Штат Баия в Бразилии пострадал от торнадо, который был отмечен в городе Камасари. Этот торнадо нанес повреждение инфраструктуры в северо-восточном прибрежном городе. Разлетающиеся обломки черепицы крыш домов, поваленные деревья и заборы – это малая часть того, что успел натворить этот смерч. На данный момент, пока не поступало сообщений, пострадал ли кто-то из местных жителей. Коммунальными службами ведется оценка нанесенного ущерба. Это не одна стихия, которая обрушилась на штат. После обеда пошли сильные дожди. В результате ливневых осадков часть улиц была затоплена. По информации местных СМИ, 28 семей уже были вынуждены эвакуироваться. В районе Нова Витория в Камасари житель записал на мобильный телефон из окна своего дома видео, на котором видно затопленные улицы, а вместе с ними и автомобили. Уровень паводка достигал 50 сантиметров. Метеорологическая служба прогнозирует ливневые осадки до конца недели, стоит ожидать ухудшения сложившейся ситуации. Власти уже выпустили предупреждение погодной опасности и предупредили жителей об опасной погоде. Сильные осадки второй день обрушиваются на Сицилию, несколько районов были локально затоплены. В последние дни именно Восточная Сардиния и в частности Галура пострадали от дождей и гроз, даже сильных, которые вызвали различные критические проблемы. Наибольший ущерб был нанесен прежде всего в Порто-Ротандо и Арзакина, где было зарегистрировано несколько наводнений. За несколько часов там выпало до 100 миллиметров осадков. По улицам было практически невозможно передвигаться, сильными потоками воды все сносило на своем пути. Вчера метеорологической службой был объявлен желтый уровень погодной опасности, который продлили сегодня до конца среды. Много дорог стали непроходимыми из-за паводка, высота которого составила 40 см, в некоторых районах и того больше, до 60 см. По сообщениям местных СМИ, некоторым жителям потребовалась эвакуация. Отмечены провалы грунта и оползни. Помимо ливневых осадков, в Катании было отмечено прохождение торнадо. Несколько местных жителей сумели запечатлеть это явление и поделиться в сети интернет. Торнадо сорвал крыши с нескольких домов, повалил деревья. По последним данным, жертв и пострадавших не отмечено. Поздно вечером 9 ноября на Сан-Хуан обрушились сильные ливни с градом. По прогнозам метеослужбы, на 11 ноября ожидаются переменные осадки с выпадением града. Как отметили местные жители, град был очень интенсивным. Размеры градин не превышали 4 см в диаметре. Стихия буйствовала, около 20 минут. За это время в некоторых районах образовались городовые сугробы. Поступали сообщения об отключении электроэнергии. Коммунальными службами ведется восстановление инфраструктуры. Часть жителей пожаловалась на побитые машины и некоторые навесы. Непогода не обошла стороной и Испанию. Сильные дожди пришли во второй половине дня, особенно досталось району Фарналуткс. По сообщениям местных СМИ, всего за полчаса выпало 122 литра осадков на 1 квадратный метр. Эймэт активировал оранжевый уровень погодной опасности о прибрежных явлениях в Сера до Трамунтана. Ожидаются волны высотой до 5 метров. Кроме того, на всем острове ожидаются порывы ветра до 80 км в час. Завтра остров продолжит находиться под воздействием шторма БЛАС. Ожидаются осадки до 150 мм и сильный ветер. Некоторые районы уже оказались частично затоплены. В основном пострадали подвальные помещения и гаражи. Вчера вечером реки лавы достигли береговой линии. На кадрах багровые потоки огня буквально прожигают склоны. Специалисты объяснили, что как-то повлиять на движение лавовых потоков человек не в силах. Единственное, что остается наблюдать и делать выводы. В данном случае известно, что раскаленные реки, прежде чем достигли прибрежной зоны, скажем так, получили подпитку после очередной активизации Кумбри-Вьеха. Извержение вулкана может и стало менее интенсивным, но порой происходят всплески. Вот и в этот раз после выброса лавы, два небольших потока слились в единый гигантский. Набрав силу, он ринулся к океану, снося все на своем пути. Вулканические потоки обрушились в океан. Они образовали новую и весьма устойчивую платформу почти в 33 гектара. Она уходит на глубину более 30 метров. На Канарских островах обновили данные. Согласно показаниям мониторинга Европейской спутниковой системы наблюдения за поверхностью земли Коперник, лава Кумбри-Вьеха выжгла более 993 гектаров земли на Ла-Пальме. Полностью или частично разрушены 2719 зданий. Уничтожены 75 километров дорог. Сильный шторм обрушился на Ринкон-Далос-Соус в Аргентине. Он начался во вторник вечером, нанеся материальный ущерб местным жителям. Бурные потоки воды несли на своем пути грязь и ветки, а также несколько автомобилей. В эти часы гражданская оборона занимается восстановлением инфраструктуры и проводит эвакуацию семей из затопленных домов. Дождь шел интенсивно в течение 45 минут. За это время выпало 150 миллиметров осадков. На данный момент известно о трех пропавших без вести, а также было около 400 человек эвакуированы. Многие люди нуждаются в помощи в населенных пунктах, где были затоплены дома. По сообщениям местных жителей, сильным потоком воды были разрушены несколько дорог, повреждены мосты. Гражданской обороной проводится оценка нанесенных повреждений, оказывается помощь населению. Из-за проливных дождей в городе Сукабуми было затоплено несколько районов. А также ливневые осадки спровоцировали сход нескольких оползней. Оползень, произошедший в регионе Сукабуми в Индонезии, привел к изолированию пяти сельских районов. Пострадали как минимум две семьи или восемь жителей. Наводнение в регионе уже привело к эвакуации 10 семей, при этом дожди не прекращаются, высота паводка постоянно растет, ситуация набирает обороты. По словам властей, если ситуация в ближайшие часы не улучшится, будет объявлено чрезвычайное положение. На данный момент высота паводка уже превышает в некоторых районах 1 метр. Затоплены целые районы, а вместе с ними и магазины, дома и предприятия. Ведется эвакуация населения, но многие из местных жителей отказываются покидать свои дома. Северную территорию Австралии захлестнули сильные наводнения. В среду, 10 ноября, полиция спасла человека в городе Алис-Спрингс. Мужчина провел 6 часов, уцепившись за дерево. За 24 часа в отдельных районах северной территории выпало почти 100 мм осадков. Разлив реки тот спровоцировал бурный паводок в Алис-Спрингс, поток воды смел машину с дороги. Водитель, к счастью, сумел выбраться из транспортного средства, но помощи пришлось ждать долго. Спасатели натянули трос и переправили пострадавшего в безопасное место, когда уровень воды немного спал. Водитель не получил травм, но сильно промок и был отправлен в местную больницу на обследование. За сутки на земле произошло 178 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 6,2. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более, произошли в трех странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и конечно же, минутка позитива на канале. В иранской провинции Бушар на высоте в 1350 метров находятся соляные скалы и купола Джошак. Это одно из самых активных месторождений на Ближнем Востоке. Цвет соли варьируется от обычной белой до синей, розовой, красной или оранжевой. Кажется, что кто-то просто покрасил скалы. Но всему виной примеси других минеральных солей. Местные называют это место «Великая соляная гора». Соль отсюда используется в качестве пищевой добавки больше тысячи лет. То, что мы видим на фото, принято называть соляной тектоникой. Соль растет вверх, а также формирует соляные купола, отложение соли в ограниченных водоемах с водой, в крупных впадинах или расколах. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.